Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делали! С вами Дарья Топузлиева. В 1894 году у продавца книг Вацлава Клемента сломался велосипед. Представительство немецкой фирмы-производителя находилось в Чехии, и Вацлав отправил им письмо с просьбой исправить поломку. В ответ же получил письмо на немецком примерно такого содержания. Если вы хотите получить ответ на ваш запрос, вы должны писать на языке, который мы можем понять. Молодой книготорговец был настолько возмущен, что решил вместе с приятелем тезкой Вацлавом Лаурином открыть свою мастерскую по ремонту велосипедов. Здесь начинается история компании Шкода, вернее, ее половина. Вторая в лице Эмиля Шкоды занималась в те годы литьем и металлообработкой. Но вернемся к нашим Вацлавам. Уже через 4 года друзья в своей мастерской создали первый мотоцикл, которому дали нескромное название Лаурины Клемент. Именно эта модель стала родоначальницей основного принципа построения мотоцикла, когда рамная конструкция строится вокруг силового агрегата. На тот момент под мотоциклом понимали велосипед с моторчиком. Прошло несколько лет, и чешских железных коней стали выпускать на конвейере. Но бравые ребята не стояли на месте. В 1905 году они принялись за конструирование автомобилей. Это были двух- и четырехместные авто с двухцилиндровыми двигателями с водяным охлаждением. Через несколько лет компания открывает представительство во многих странах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге. В 1925 году Лаурины Клемент сливаются наконец с промышленным предприятием «Шкода». И начиная с этого года вся продукция завода выходит под этим названием. Тут сразу же возникла необходимость в регистрации торговой марки, авторские права, ну и все такое. Некто предложил в качестве символа голову индейца. Казалось бы, индейец в Чехии, но эмблема отнюдь не лишена смысла. Эмиля «Шкоду» во время путешествия по Америке сопровождал верный индейец. Его профиль висел в кабинете владельца. К сожалению, Вацлав и Эмиль так и не встретились лично. К моменту слияния «Шкода» был уже мертв. В 30-х годах автомобилям компании не было равных на европейских авторалли. Вдохновленный успехом, Вацлав представил публике всем известные «Октавию» и «Фелицию». Кстати, до 88-го года концерн выпускал авто с задним расположением мотора. С распадом Советского Союза в истории компании произошло второе знаковое событие. «Шкода» стала частью немецкого гиганта «Фольксваген Групп». Это событие отпраздновали появлением в автосалонах «Шкоды Фабия». В последние годы объемы продаж «Шкода» постоянно растут, а в Чехии она по-прежнему остается самым популярным автомобилем. Историю для вас рассказывала Дарья Топузлиева. До новых брендов! Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают!